Музыка На памяти моего поколения таких масштабов обновления Москва не видела. К этому процессу и его результатам в обществе есть разные отношения. У меня есть своя точка зрения на то, что происходит и уже произошло в городе. Высказывать не спешу, а лучше сначала поговорю с профессионалом. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Мэр Собянин сказал, что самое сложное уже позади. Однако, вы знаете, что еще ожидается? Ну, можно догадаться, потому что обновление улиц, как было уже сказано, никогда не закончится. А улиц очень много, поэтому я думаю, что это будет длиться фактически бесконечно. Ну, конечно, улиц много, и, конечно, они будут обновляться. Ну, а что, как вы себя чувствуете в городе нынче? Ну, вы знаете, я чувствую себя, в общем-то, всегда в нем неплохо. Меня ничего в любимом городе никогда не смущает. И мне кажется, что это обновление, это результат того, что много лет именно городское пространство было в таком заброшенном состоянии, никто им не занимался, и мне кажется, что это просто такая компенсация, это такая реакция на то, что долго не было ничего, и сейчас все решили, как некоторые говорят, привести в порядок. Мне не очень нравится эта фраза, просто то, что Москву никак нельзя привести в порядок, но какие-то черты этого порядка я даже не без удовольствия наблюдаю. Ну, скажем так, мне не очень нравится дизайн фонарей, но дизайн вообще неприлично обсуждать, потому что кому-то он всегда не нравится, либо этим, либо тем людям. А вот их качество мне очень нравится, и то, что делаются проекты освещенности этих улиц, ну, они рассчитаны, это прямо видно. Вот улица, например, Причистенко, которую сейчас осветили, и Остоженко, которая осталась на таких перетяжках, ну, достаточно такой, я бы сказал, 90-х лет, романтический флёр в этом, конечно, есть, но освещенность очень важна, конечно. Это очень важные, но такие небольшие детали, но самая большая разница, самая существенная разница между тем, что было и что стало, это соотношение проезжей части и тротуара, что можно видеть в центре. А вот вы как думаете, это хорошо или это нехорошо? Мне кажется, что... Один ряд туда-сюда, скажем, на Никитской. Ну, я понимаю, что, конечно, для города, особенно для центра города, пешеход важнее, чем автомобиль, во-первых. А во-вторых, сейчас просто у асфальта отвоёвано какое-то пространство, которое в будущем, может быть, по-другому благоустроено. Ну, то есть это важная попытка протестировать город в режиме благоприятствия, так сказать, пешеходу, что смягчает атмосферу, конечно. Ну, и на самом деле достаточно важно, что в Москве ведь только у 20% населения, грубо говоря, есть автомобиль, а 80% — это люди без автомобиля. И мне кажется, что развитие общественного транспорта, метро и сужение проезжей части именно поэтому важно. Вы сказали слово «отвоёванный у асфальта квадратный метр для тротуаров». Да, совершенно очевидно, что в городе нету многоэтажных, в центре особенно, стоянок. Это печально, но при этом прекрасно можно понять, что намного проще перераспределить проезжую часть этот татуар, чем, скажем, в центре на Патриарших взять огромное какое-нибудь здание, сделать там парковку, а наверху обратно поставить здание. Для этого есть хрестоматийный пример. Вот в Лондоне один из небоскрёбов, достаточно известных в народе как «Огурец», в последнее время построенных. Вот как вы думаете, сколько у него парковочных мест у этого небоскрёба? Наверное, достаточно для сотрудников офисов, которые в нём располагаются, нет? Семь. Семь парковочных мест и только для инвалидов. И это просто непривычно так думать, но это достаточно известный факт, что это зависит от автомобильного поведения. И мне кажется, что здесь важнее говорить не о центре, потому что, к сожалению, к числу недостатков этой программы, если говорить с другой стороны, я бы отнёс то, что, конечно, эта программа, она нацелена на центр и поддерживает так называемый культ центра. Потому что центр — это микроскопическая деталь в городе. Город — это огромная агломерация. И как раз, мне кажется, важно было бы развивать центробежную тенденцию, более, так сказать, горизонтальную. Потому что всё время украшает центр, мы его, конечно, таким же образом и убиваем, потому что он становится переполнен людьми. И он и так-то в неплохом состоянии. А интерес к центру убивает его и по причине инвестиционной привлекательности, потому что инвесторы опять хотят строить центры. А историческая застройка и так за времена, за 26 лет после советской власти, она настолько сильно пострадала, что в центре построено новых зданий, около тысячи. И это столько же, сколько за всё время советской власти. За счёт прежних? За счёт сноса исторических домов, за счёт их реконструкции частичной, где они страдают. Поэтому, конечно, украшение центра — это важно эмблематично, но мне кажется, это надо осознать, и в большой степени надо заниматься этим. Согласен с вами, но всё-таки невозможно создать в спальном районе атмосферу Арбата, Причистинки. Просто психологически немножко другое. Да, там может быть удобно, хорошо, красиво, но то, что мы испытываем в исторической части, конечно, только там мы можем это испытать. Да, но центр именно этим и интересен, что это архитектурное произведение. Там роль архитектуры исключительно высока. Поэтому, если не принимать никаких усилий, а дальше рассматривать всю территорию вне центра как территорию для инфраструктуры, то, конечно, этот баланс мы никуда не поменяем. И вот эта миграция в сторону центра, эти ценности, они будут продолжать существовать. Хотя у нас есть уникальное наследие, это же можно отрефлексировать, что вот этот уникальный социалистический советский город с проходимым зеленым пространством, это вообще-то артефакт, которого нет в мире. Он очень редко встречается. Это сейчас новый вызов, который на самом деле стоит, и он как раз-то касается всего, что происходит вне центра. Вот это будет очень интересно. В общем, есть чем заняться. Но в целом я лично оцениваю всю эту работу по реконструкции на твердую пятерку. Это мое мнение. Город становится, с моей точки зрения, намного лучше. Единственное, что меня совсем не устраивает, вы сказали о фонарях. Вот этих виселицеподобных фонарях вдоль зоологического музея и так далее. И прочих вещах, связанных с освещением, с светом, с формой. Вот эстетически я совершенно не согласен с тем, что сейчас происходит. Но я не понимаю, почему это нельзя решить. Мэр не обязан иметь художественного опыта. Но, скажем, почему не бросить клич или обратиться в творческие союзы, в союз архитекторов, дизайнеров, художников, журналистов, исторические общества и так далее, с просьбой выдвинуть из своих рядов самых уважаемых, самым уважаемым вкусом и безупречной репутацией членов, из которых сформировать комиссию, которая будет принимать решение, в какой цвет красить дом, какой памятник ставить, в каком месте его ставить, какой фонарь и так далее. Может быть, это утопическая какая-то, значит, такая розовая мечта, которую я сейчас излагаю. Мне кажется, само собой разумеется. Но задача эстетическая, мягко говоря, не решается. Вы знаете, вы сейчас идеально описали Лужковское время. Вот сейчас это так и было. Все союзы выдвигали вот этих уважаемых. И, собственно говоря, все это происходило. Вопросы, каким образом они выдвигали? Это никакие союзы. Вы знаете, особенно сегодня, о чем можно говорить. Сегодня вопросы городского благоустройства, ну, так сказать, к этому привлечено достаточное количество профессионалов. Но мы знаем, и, в общем-то, не понаслышке, что определяет все равно, но такой арбитром является вкус чиновника. И это и есть такая, в общем-то, достаточно большая бюрократическая машина, которая сегодня соглашается вот на это. И на самом деле в Москве, да и в России все сделано всегда с плохим качеством. Мы это знаем, потому что потом это надо будет перекрашивать, переделывать и перелицовывать. Очень мало зданий, которые через века, как в Лондоне, например, когда там стоят здания из белого мрамора, не знаю, 17 века, и такого размера, что в Москве таких зданий-то и нету. Какие-нибудь коллеги там, ты их когда видишь, ты вообще не понимаешь, а что там в Москве происходило. Они до сих пор стоят в этом состоянии, в прекрасном. Конечно, сейчас, опять же, если говорить с одной стороны, это очевидно, что есть попытка наверстать. Ну, надо просто наверстать упущенное, чтобы все почувствовали вкус к этому. В качестве, наверстать? Нет, в количестве. Сейчас надо сделать больше, видимо, улиц, и люди должны почувствовать вкус к городу обратно. Ну, то есть почувствовать, что он может меняться. Вкус к изменениям. И в этом, конечно, политически этот проект феноменальный. Никто в мире такого, по-моему, не делал. Я знаю, что наши коллеги какие-то зарубежные, они с удивлением и даже, ну, так сказать, воспринимают просто эти масштабы. Но политически, наверное, это необходимо было. Но в какой-то момент, мне кажется, необходимо переключиться на внимание к качеству во многом. И если рассматривать это как этап развития, то это очень важный этап. Потому что мы все начинаем видеть городское пространство как ценность. Это, казалось бы, вещь, которая всегда была, но сегодня она предстает просто как ценность. Это очень важно. Юрий, спасибо большое, что согласились прийти. Ведь наша задача в хорошем смысле собака лает, караван идет. Не в смысле она брешет просто, потому что она недовольна, а потому что мы подгоняем караван тем, что мы здесь обсуждаем. Спасибо. Еще раз приходите, пожалуйста. Спасибо. Окружающий мир проникает в нас со звуками, изображениями, тактильными ощущениями тех мест, где мы находимся. А еще он входит в нас ароматами и вкусами тех продуктов, которые в этих местах производятся. И очень важно это влияние не игнорировать, а наоборот постараться научиться в этом разбираться. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Наша тема сегодня – это региональные продукты. Как в этом ориентироваться? Чтобы ориентироваться, нужно быть настоящим энтузиастом и проделать довольно большую работу, потому что такого какого-то ресурса, который бы позволял бы дойти в интернете где угодно и посмотреть, а какие продукты свойственны тому или иному региону в России. Это будет непонятно. В Италии – да, вы найдете, во Франции – да, в России – нет. Потому что все утеряно, информация не систематизирована. Это такая вещь, работа для настоящего архивариуса. Ну хорошо, с чего начинать? Вот, допустим, человек хочет получать удовольствие от жизни, от еды, не говоря о том, что заботится о здоровье. Что делать? Ну, сначала такая вводная часть, что вот когда мы едем куда-нибудь в Италию или во Францию, нам говорят, а вот здесь вот, видите, сыровар 500 лет варит этот сыр, а тут вот этот помидор выращивают уже там 150 лет, а тут уже вот эту колбасу делают 300 лет, а потом приезжаешь сюда, как-то хочется ведь тоже так же, чтобы было, как в Италии. На самом деле это вполне возможно, потому что традиции у нас абсолютно не хуже и не меньше, а часто гораздо больше и более разнообразны. У меня есть свое хозяйство Ярославской области, где я тоже возрождаю некоторые старинные сорта. Например, я возрождаю два сорта чеснока местной Переславской народной селекции, которые выращиваются там, я думаю, что много веков, хотя у него нет в госреастре, поэтому это моя гипотеза только. И второй яровой чеснок, брейтовский чеснок, который есть в госреастре, поэтому его, вот если кто-то хочет разводить, если пойдет в семеновоческую компанию, он никогда не найдет эти семена. А вот у меня они есть, вот они вот, между прочим. И я с этими чесноками попал в такую международную красную книгу, можно сказать. Называется «Ковчег вкуса», международная организация Slow Food, которая вот по всему миру, она собирает людей, которые возрождают региональные, значимые для этого места сорта и породы. Ну все-таки, смотрите, ведь, наверное, какие-то регионы или какие-то места, а может быть даже какие-то деревни, славятся чем-то таким особенным. Да. Просто, чтобы далеко не ходить, вот Москва, да? Вот возьмем, вот Владимирская область здесь показана, там Нижегородская рядом. Вот скажем, Суздаль, это старинный, очень старинный, где-то 300 лет точно он известен сорт хрена. Сейчас еще они славятся огурцами, вот, и это тоже может быть вполне, у них там памятник огурцу, там тоже есть как в Луховицах, в Луховицах, но днем празднику огурца. Но это все-таки такой, это новый, новый продукт. Значит, визняки. Это вот старинный, 19 века известный сорт огурцов. Муром. Это вообще, вот это из такой очень огуречный края, Владимирской области. То есть, 13 века известный сорт муромский. Это вот муромский огурец, стрягуновский лук. Это самые старинные сорта, известные на данный момент, известные из живых сортов на территории России. Вот Павлова, например. Павлова. Это родина павловских кур. Кур. Да, куры, павловская порода. Где-то в середине 80-х годов просто энтузиасты, куроводы, которые ездят, которые занимаются декоративными породами, вот они обменивались яйцами. И вдруг вот человек, который жил в средней полосе России, куровод такой вот получил просто из Средней Азии какие-то яйца. И когда он их инкубировал, он понял просто по описанию, понял, что это павловские куры. И в результате он вот с 80-х годов, 20 века, начал возрождать, и эти павловские куры снова распространились. Вот сама Владимирская область и Владимирский регион, он знаменит, например, Владимирской вишней. Вкусная, сладкая вишня, которая была очень распространена, там в литературе встречается 19 века, начало 20-го, фактически исчезла сейчас. Владимирский гусь, порода Владимирских гусей. Исчезающая порода в некотором количестве в Суздале еще сохранилась, благодаря ине птицеводства, которые там есть, и просто неким фермерам, родному старичку Павлу IX, который держит еще поголовью. Ну, то есть вот здесь уже можно целую кухню создать. А на базе гусей, вишни, огурцов, кур. Ну, вот это вот Ярославская область, кусочек Ярославской области, на самом деле, маленький. Вот я сам нахожусь южнее, там, в Переславле. Хозяйство ваше. Да, мое, где я выращиваю свой чеснок, вот там, можно сказать. Тут же, например, брейтовские свиньи, порода брейтовских свиней. Я общался с местными чиновниками, говорю, вот вы знаете, что они говорили, нам надо развивать наш район. Вы говорите, слушайте, вот у вас знаменитый брейтовский чеснок, знаменитые брейтовские свиньи. На базе этого просто можно местную гастрономию, мелкое, малое фермерство развивать. Романовский лук, опять же. Вообще Ярославская область, она славится, конечно, луком очень. Это Романовский лук, Даниловский лук, Ростовский лук там южнее вот тоже, значит. И в Ростове южнее вместе с луком много всяких овощей выращивали в Паречье Рыбное. Это огородные места такие были еще со времен Петра Первого знаменитые. Вот у меня такое ощущение от того, что вы рассказали. Это всего два маленьких кусочка России, и страна огромная. Что вот если представить, что вот эта гора, да, то мы сейчас вот здесь стоим, вот здесь приблизительно. В начале этой горы, которую надо преодолеть, потому что для того, чтобы человек приехал сюда попробовать все продукты, которые вы перечислили, тут должна быть хорошая дорога, должна быть хорошая гостиница, должны быть хорошие сервисы, все развито. Очень хочется, Борис, чтобы у нас было так же вкусно, как и в Италии, и в Франции, с которой вы начали. Везде причем, не только внутри Садового кольца. Я очень надеюсь на то, что сейчас какие-то люди смотрят наш телевизор и думают, куда бы вложить нажитое непосильным трудом средства. И вот, пожалуйста, ребята, давайте. Спасибо вам большое. Как всегда, зажигательно. Приходите еще. Спасибо. Вот признание этого человека. Я проснулся от боли, осознавая, что лишился ноги. На удивление, я не сильно расстроился, потому что понимал, живем мы в 21 веке, и медицина наверняка что-нибудь придумает. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Все люди, которые были в нашей студии и которые лишились части себя, говорили о том, что у них ушли годы на то, чтобы принять ситуацию. Кстати говоря, а где вы очнулись? Какой это был город? Что это была та клиника? Это было 5 лет назад. Это был, по-моему, Архангельский военный госпиталь. Ну, просто я до этого делал программу про всякие гаджеты, о том, о будущем. И я примерно понимал, что меня ждет, когда я очнулся от этой боли, увидел маму, которая сказала, что у тебя будет все самое лучшее, не переживай. Потом я начал как-то изучать этот вопрос и понял, что люди в космос летают. Мы хотим на Марсе построить город уже, и что неужели нельзя сделать какую-то ногу, которая заменит утраченную. То есть вот сразу, минуя период депрессии, вы сразу, ох, здорово, у меня нет ноги, теперь у меня будет лучшее нога. Мне все задают этот вопрос. У меня действительно не было этого, вот этого расстройства какого-то. Наверное, потому что я живу все-таки в современном обществе, и я не застал то время, когда инвалидам было быть стыдно. Сейчас мы людей оцениваем не по их, там, конечностям, да, неважно, сколько у тебя рук, сколько, но главное, что ты делаешь, и ты должен быть полезен этому обществу. Тогда все-таки несколько слов буквально. Что случилось с вами? Первое. Была перезлокация части, это переезд, и на меня упала установка с ракетами, которые были не очень правильно закреплены. Они упали на меня, меня закрывали глаза, я был, чувствовал себя, ну, если говорить штампами, да, героем боевика, стоя лишь разница, что боль была настоящая. И я орал, и я молился, и я... Это было больно. Так, а теперь расскажите о той ноге, которую вы получили в результате. Она какая-то особая? Ну, просто ноги бывают разные, как это ни странно, я вам могу сказать. Настоящие или ненастоящие? Ненастоящие. Они бывают спортивные, беговые, но я думаю, вы видели такие изогнутые, такие пружинищие, как у Писториуса. И есть механические ноги, а есть электронные, с внешним источником энергии. Их нужно заряжать, как все ваши гаджеты, мобильные телефоны. Они очень умные, в них ставят куча датчиков, которые помогают считать шаги тебе, которые включают в нужный момент режим безопасности. С помощью пультиков, да, можно поменять какие-то настройки, сделать, чтобы она легче сгибалась, или наоборот, не сгибалась вовсе. Ну и потом, очевидно, имеет значение выше колена, ниже колена. А, ну это, естественно, чем ниже колена, это вообще ерунда, я считаю. Всего один сустав как бы, да? Да какой сустав? Меняй как кроссовки, меняй как кроссовки, и все. А если у тебя нет коленки, то это уже рычаг выше, то есть его нет совсем, и тебе приходится учиться. Я на самом деле каждый день учусь ходить, то есть нет предела совершенству. Мне не нравится, что я подхрамываю, но это еще во многом зависит от обуви, конечно же. Но я работаю над этим. Этот протез конструировался для вас специально, или вы взяли из готового что-то? Ну, протез это вообще такая штука, можно сравнить с конструктором, потому что она состоит из нескольких частей. Первое это гильзы, это то, куда вставляется конечность, да, культя. Ее очень сложно изготовить, потому что ее делают, с помощью тебя снимают слепок, и подгоняют. Если она не очень качественная, то и ходить ты будешь плохо. Если она хорошая, и тебе ее сделали добротно, то все будет классно. Вот это гильза, это коленный узел, они бывают разные. У меня электронный, с внешним источником энергии, это значит, что я ее заряжаю каждые там несколько дней. А что электроэнергия делает? Она помогает поршню. Вот так ни один человек сделать не может. Да и вот так не может сделать. А как я сажусь в такси, вы видели эти лица? Вот, это магнитная зарядка, с помощью которой я заряжаю свою ногу. Также с помощью компьютера или телефона я могу подключиться и поменять какие-то настройки. Видите, можно даже кататься на велосипеде. Я, например, иду на открытие катка в парке Горького, меня позвали. Я буду кататься, можно даже и на коньках. Я понимаю, я приблизительно пытаюсь представить себе нагрузку. А почему напишет на «укуси меня»? Это как бы шутка, что я такой жесткий, что сломаешь зубы? «Укуси меня». «Байтми». У меня достаточное количество наклеек. И дети, я занимаюсь плаванием в бассейне или когда я хожу по городу в шортах, они подходят и спрашивают, а что это? То есть это не отталкивает их, а наоборот привлекает. И один ребенок пытался сорвать с меня ногу и просил у родителей, я хочу такую же. Естественно, папа ему сказал, «сыночек, тебе так еще, ну, в общем, тебе это не надо». Вот я как раз подумал. По идее, вот глядя на вас, разговаривая с вами и слушая, как вы рассказываете о своей любимой вот этой игрушке гаджете, то есть можно быть модным. А я уверен, что это абсолютно так. Почему нет? И мне непонятно, почему многие люди в моей ситуации, да, сидят дома. Ну, посидел дома, посмотрел в соцсети, посмотрел, как живут люди в других странах, подписался на таких же, как ты, людей, да. Есть ведь разные инвалиды, мы сейчас говорим не только ведь об ампунктандах, есть колясочники, есть ДЦПшники, и все эти люди, они живут жизнью нормальной, даже может быть интереснее, чем вы живете. Или вы. И нужно просто, если что-то случилось, какая-то беда, посмотреть по сторонам, выйти и начать что-то делать. К вам никто не постучится в дверь и не скажет, эй, Вася, вставай, выходи, и тебя ждет новая жизнь. Нет, нужно открыться миру, посмотреть на людей вокруг, посмотреть какие-нибудь программы, почитать книги, и все будет хорошо. Дмитрий, вот я просто подумал о том, что, что бы вы ни говорили, или даже если бы вы просто говорили на непонятном никому языке, просто сам посыл, и ваши глаза, энергетика, и ваше присутствие здесь, это уже колоссальное подспорье людям, которые сидят. Мы хотим поменять вот этот образ инвалида, который ассоциируется с площадью трех вокзалов. Это не так. А это интеллигентные люди, которые работают в разных сферах. У нас есть депутаты, у нас есть журналисты, у нас есть художники. Нас много. И все мы есть. И уважайте нас, и улыбайтесь, если встретитесь на улице, а не там отворачивайте глаза, или там детей убирайте от нас. Показывайте. Очень ценный опыт. С чего я начал, меня это, в общем, и сейчас волнует. Если вы проснулись и поняли, что у вас нет ноги, обрадуетесь, и перед вами открылись новые возможности. Это может звучать немножко утрированно и шутливо, но почему бы и нет? Ну, вполне может быть. В общем, на вашем примере это потрясающее подтверждение тому, что и такое бывает. Спасибо вам большое. Приходите, рассказывайте об успехах, ну и, естественно, о победах. Вы же спортсмен. Я же, да. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Дружба с самим собой очень важная вещь, потому что не подружившись с собой, ты не сможешь дружить больше ни с кем, говорила Элеонора Рузвельт. У этой мысли есть и вариация. Если ты не будешь нужен самому себе, то не будешь нужен никому. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова